Всем привет, друзья! Вы на канале Skytop Games, и это небольшой ролик с новостями The Isle of Rima. До девлога осталось совсем немного времени, где нам расскажут о проделанной работе, покажут что-то новое и сочное, но мне так хотелось бы, конечно. Я думаю, что в начале месяца нас ждет что-то интересное. А что именно? Ну, во-первых, новые патчи, которые исправят больные места на карте. В первую очередь касается тумана, который появляется на карте, словно в Silent Hill, а также другие известные проблемы. Донди сказал, что они решили данные проблемы, осталось лишь внедрить в систему. Во-вторых, также недавно прошел стрим на Twitch у Донди, я, к сожалению, не смог присутствовать на нем, ибо в 3 часа ночи, когда он шел по моему времени, я обычно сплю. И в-третьих, короче, давайте пробежимся, что было, что говорили, и вообще о новой информации вне того стрима. Отдельное спасибо за некоторую инфу, Ланелли. Погнали! Сразу скажу точных дат всего, что я скажу, у меня нет, но оно будет в игре. Изменения Дейна Зуха Изменения в росте Дейна Зуха, Дейна будет появляться намного меньше, рост будет по времени дольше, и анимация медленнее масштабироваться. Дейна также, возможно, сможет тащить в воду более крупные виды динозавров. Так что, рыбаки на стегозаврах, сворачивайте свои удочки, а это станет уже менее эффективным. Цератозавр получит некоторые изменения, в том числе он сможет ускорять темп гниения трупа. Также нас ждут некоторые изменения в самой системе разложения трупов. Еще ведется работа и над механикой цепляться за деревья и перебираться по ним, играя за гипсилофодона. Это хорошо, ускорили, однако, процесс. Следующий динозавр в игре однозначно будет Диабло Цератопс. В следующем месяце, поговаривают, ожидаются стресс-тесты за этого цератопсида. Возможно, даже в начале месяца. Также система диеты питания будет изменена. Солевые лизунцы теперь будут не только лечить вас от отравления, но и будут выводить из вас питательные вещества, то есть нутриенты. Да, кстати, диеты станут сложнее. Диеты одного и того же типа будут истощать организм по одному за раз. Тут, как я понимаю, всегда придется менять нутриенты. То есть не на постоянке кушать, допустим, однотипный нутриент, а еще и пропускать их. В моем понятии сегодня я ел борщ, завтра борщ, послезавтра борщ. Мне надоест, конечно, я уже не получаю каких-то других витаминов. И тут также походу съел дриозавра, получил там углеводы, потом съел опять дриозавра, нихрена ничего не получил, только набил желудок. Интересно, конечно, но не совсем понятно. Пиши комментарии, почитаю, что ты думаешь. Также рост любого динозавра будет занимать больше времени, если не использовать одну часть каждой диеты. Будет увеличено всеобщее время голода. На карте будут изменения. Спавлн Норд-Ист поместит игроков в джунгли, а не на равнины. Также на западе пустой пляж превратится в дельту реки, где будет изменена местность. Настроена растительность и появится постройка. Особого крафта за людей не ждите, господа. Минимум это будет починка какого-либо генератора, забора или автомобиля. Кстати, люди полностью будут доработаны и добавлены в этом году. Эх, а год длинный, но ладно, подождем. Погодные условия меняются. Теперь, деревья будут во время шторма раскачиваться. Играя за ГРР, вы не сможете залезть на них, либо вас даже может с них скинуть. По заверению одного разработчика из команды, 2024 год должен принести в два раза больше контента, чем мы ждали в 2023 году. О насущных проблемах. Проблемы с крашем серверов. Они сидят на Epic Online Services или вкратце EOS. Они работают через них, а у EOS возникли и иногда возникают некоторые проблемы. Как-то так. Также было сказано что-то о новой анимации смерти для каждого нинозавра. Хм, а что это может быть? Но в моем представлении это, скорее всего, динозавр не просто подлетает, простите, в воздухе и плюхается на землю, словно камень. Условно, визуально, определенно новая анимация. Под конец про мутации. Мутации это то, каким вы хотите видеть свой образ жизни динозавра. Также, к некоторым мутациям у травоядных будет добавлена мутация, которые позволяют добавлять к вам в пати других травоядных другого вида, у которых есть такой же баф. То есть, Тенонта и условно Галимимус. Но вы поняли, короче, о чем я. В общем, палец вверх, подписка на канал, колокольчик, все дела, комментарий. Ну и хорошего выживания в The Isle of Rima. До новых встреч, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok